Конфликт в 155-й школе Один шестиклассник ударил другого ножом Перевалило за тысячу Число жертв коронавируса в Самарской области снова выросло Без отечественного не обойтись Кого и как накажут В неустановленные на гаджеты российские программы Число жертв коронавируса в Самарской области превысило тысячу человек За минувшие сутки жертвами заболеваний стали еще 6 пациентов Новых случаев за это время выявлено 223 Такие данные в полдень опубликовал федеральный оперативный штаб Всего с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 52 887 жителей региона 49 347 выздоровели, из них 242 за последние 24 часа Впервые с октября прошлого года в целом по России За последние сутки выявлено менее 9 тысяч новых случаев коронавируса Зафиксировано 427 летальных исходов За сутки в России полностью выздоровели 10 755 человек Ссора двух 11-летних мальчиков закончилась кровопролитием Инцидент произошел накануне в Самарской школе номер 155 Во время выяснения отношений один из учеников ударил другого ножом в область лопатки Сразу после происшествия в образовательное учреждение прибыли следователи Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» Выяснение всех обстоятельств по Ножовщине находится под контролем руководителя следственного управления СКР по Самарской области Валерия Самодайкина В ходе расследования уголовного дела будет дана процессуальная оценка действиям должностных лиц учебного заведения, допустивших указанный конфликт в школе Ситуацию прокомментировали и в городском департаменте образования Его сотрудники оказывают все возможное содействие сотрудникам силовых структур Как рассказала исполняющая обязанности руководитель департамента образования Самары Светлана Чекановская Цитата Пока ведутся оперативные мероприятия с детьми в школе Работают социальный педагог, психолог школы и специалисты городской психологической службы Также проведут профилактическую работу и с родителями Конец цитаты Пострадавший мальчик госпитализирован Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное К расследованию также подключилась и прокуратура Один из мальчиков нанес другому удар с помощью многофункционального инструмента И причинил ему телесные повреждения Мальчик доставлен в больницу, в настоящее время госпитализирован В прокуратуре района организована соответствующая проверка На предмет соблюдения требований законодательства о защите жизни и здоровья детей И еще один несчастный случай произошел накануне в Самаре Около четырех часов дня на улице Тихвинской Мальчик дошкольного возраста упал в канализационный колодец, с которого была украдена крышка Его мама, пытаясь помочь, прыгнула за ним Как сообщили в РКС Самары, женщина и ее сын сейчас находятся под наблюдением врачей В компании пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим Последний раз плановый осмотр злополучного колодца проводили в январе этого года 17 февраля там устраняли засор, крышка была на месте, колодец был в рабочем состоянии А во вторник, 16 марта, выяснилось, что крышка украдена не только с этого колодца, но и с трех тепловых камер, которые находятся рядом По данным на среду, все колодцы и тепловые камеры закрыли и в правоохранительные органы подали заявление о розыске злоумышленника Как рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по региону Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности» Сейчас расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства происшествия Российских разработчиков программного обеспечения для смартфонов и бытовой техники больше не смогут дискриминировать зарубежные производители электроники Депутаты Госдумы приняли поправки в административный кодекс, вводящий штрафы за продажу устройств без предустановленного российского программного обеспечения Тему продолжит Максим Магомедов 16 марта депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли законопроект о внесении поправок в статью 14.8 Кодекса об административных правонарушениях Они предлагают штрафовать торговые точки и сети за продажу смартфонов и компьютеров без предустановленного отечественного софта На лицо, которое реализует товар, на котором нет предустановленного российского ПО штрафы для должностных лиц будут составлять от 30 до 50 тысяч рублей соответственно директора, продавцы и на юридические лица до 200 тысяч рублей Ритейлеры штрафов не боятся и с большим позитивом восприняли эту новость Даже обещают помочь покупателям разобраться с новыми программами в случае возникновения у них вопросов На пользователя это никак не отразится В андроид смартфонах уже давно начали предустанавливать Яндекс, приложения, Сбер и так далее Много разных программ, полезных для пользователя И на андроид смартфонах это будет предустановлено А на Apple в момент активации будет предложено установить эти приложения Ничего плохого за этим нету Это лишь помогает нашим компаниям, таким как Яндекс, Касперский и так далее Заявать какую-то лояльность и лишнюю аудиторию А в случае с госслугами, так это вообще полезно для всех Депутат Госдумы Владимир Гутенев высказался, что за нарушения должны быть жесткие и даже драконовские меры Чтобы никому не было повадно нарушать российское законодательство А также отметил, что Россия должна обеспечить комфортную работу российским разработчикам Чтобы они не задумывались об отъезде за рубеж Здесь очень важна ответственность Ответственность тех реализаторов, тех продавцов подобных зарубежных продуктов За то, чтобы наше программное обеспечение, утвержденное правительством к обязательной предустановке, предустанавливалось Стоит отметить, что отечественные программы будут устанавливать еще на телевизоры с функцией смарт-ТВ Список приложений, обязательных для предустановки, определен правительством Российской Федерации Санкции должны начать действовать с 1 июля 2021 года Контроль за исполнением возложен на Роспотребнадзор В Самаре жители выступили против застройки московского шоссе многоэтажными домами Речь идет о территории, расположенной от проспекта Кирова до улицы Георгия Димитрова В направлении выезда из города На этом месте долгие годы располагается автомобильная стоянка На территории общей площади около 8,5 тысяч квадратных метров Застройщики планируют возвести 4 дома высотой от 12 до 20 этажей Осваивать участок хочет ООО специализированный застройщик СК Владимир Водители должны были освободить место до 15 марта Люди с этим не согласны Они направили подписи областным властям и даже пригрозили перекрыть московское шоссе Вопрос застройки уже дважды обсуждали на публичных слушаниях В 2019 году участники собрания дали добро на изменение зонирования территории В 2020 году прошли слушания по отклонению от предельных параметров разрешенного строительства Застройщик планировал получить разрешение строить высотки с коэффициентом одно парковочное место на две квартиры Результаты этого собрания также оказались в пользу строителей Однако окончательное решение остается за мэром Еленой Лапушкиной Напомним, рядом со спорной площадкой уже почти возведен еще один жилищный комплекс Граждане выступали и против него, так как после появления новых жилых домов уменьшится площадь для парковок автомобилей В Самаре потратят 150 миллионов рублей на благоустройство территории, прилегающей к объекту культурного наследия Фабрика, кухня, завода имени Масленникова Конкурс на поиск подрядчика, который комплексно займется работами, объявил Самарский департамент городского хозяйства и экологии Сметная документация по благоустройству объекта включает более тысячи пунктов Среди них ремонт проезжей части, устройство парковок, тротуаров и лестниц, укладка плитки и бордюр, установка современных мафов, скамеек и урн, постройка фонтана, а при нем верхние и нижние террасы с лекторием Кроме того, рядом с будущим филиалом Третьяковки будет смонтирована крупными буквами надпись ЗИМ Также на территории посадят несколько сотен кустарников и многолетних растений Подрядчик займется и укомплектованием ряда помещений мебелью Напомним, в январе был разыгран конкурс на благоустройство мемориального сквера памяти борцов революции около фабрики кухни в районе пересечения Новосадово и Слуначарского Тендер за 70 миллионов достался компании «Вектор-21» О других событиях в нашей рубрике новости короткой строкой Правительство России планирует создать единый реестр свалок, затонувших кораблей и заброшенных предприятий Он необходим для проведения генеральной уборки по всем регионам В конце мы будем иметь чистую страну и наши дети будут жить в ней, пояснили в кабинете министров Задача будет решена силами федеральных властей Для реализации проекта планируется направлять все денежные средства, экологических платежей и штрафов, а также уплату за негативное воздействие на окружающую среду Все указанные финансовые операции станут целевыми По оценкам властей, уже к 2024 году предстоит ликвидировать 191 свалку в границах крупнейших городов и 88 объектов накопленного вреда В Ленинском районе Самара организуют еще одну площадку для выгула собак, сообщает мэрия Пока ее местоположение обсуждается с жителями В 2020 году в районе уже была организована подобная площадка на улице Владимирской Городские власти пообещали, что новая локация для собачников также будет соответствовать всем стандартам для комфортного времяпрепровождения и тренировок питомцев Внутри ее расположат различные снаряды для тренировки – трамплины, мостик, вышку и лавочки Планируется, что вход на площадку сделают бесплатным, но чтобы посещать ее, необходимо обратиться к представителям инициативной группы собаководов Она возьмет на себя всю ответственность за содержание площадки В Самаре взяли под государственную охрану здание, где находится колледж строительства и предпринимательства Оно располагается на улице Фрунза, 116 Согласно приказу регионального управления госохрана объектов культурного наследия, специальный статус получит дом, в котором в 1919 году находился штаб Южной группы Восточного фронта Под командованием Фрунза Михаила Васильевича К предметам охраны специалисты ведомства отнесли, цитата, объемно-пространственные композиции объекта культурного наследия Композиционное построение и декор фасадов, декоративно-художественную отделку интерьеров зданий Среди элементов отделки эксперты выделили колонны с капителями и картинами в профилированных тянутых рамах Метлахскую плитку на покрытии пола, кессонный потолок с лепнинами, наличники дверных проемов в виде порталов, парадные лестницы В Самаре потратят 207 миллионов рублей на новые дорожные знаки и разметку, говорится на портале госзакупок Торги по поиску подрядчика для выполнения работ в установке технических средств организации дорожного движения на дорогах города объявил Департамент городского хозяйства и экологии мэрии Самары Кроме знаков и разметки подрядчику предстоит обновить по необходимости пешеходные ограждения и светофоры Адресный перечень и схемы установки технических средств будут переданы исполнителю в течение 10 календарных дней после заключения контракта Средства на работу будут выделены из городского бюджета Подрядная организация станет известна по итогам аукциона 26 марта Самарская область заняла 13 место по уровню безработицы в стране Регионы по данному социально-экономическому явлению проранжировало агентство Риаретинг При анализе учитывались данные Росстата по итогам ноября 2020 и января 2021 года Самый низкий уровень безработицы оказался в Ямал-Ненецком автономном округе всего 2,5% Самый высокий в республике Ингушетия почти 32% Уровень безработицы в Самарской области оценен в 4,4% Что на 0,7 пункта превышает показатель за аналогичный период 2019-2020 годов В среднем каждый безработный в 63 регионе тратил на поиски работы в 3 квартале 2020 года почти 6 месяцев Для сравнения, жители Санкт-Петербурга ищут работу в среднем 2,5 месяца А москвичи и нижегородцы 4 В Карачаево-Черкесии и Чечне жители ищут работу по 10 и более месяцев В среднем по Российской Федерации уровень безработицы составляет 5,9% Поиск работы занимает у граждан страны немногим более 6 месяцев Самарский цирк встречает зрителей вновь Сложнейшие акробатические трюки под куполом цирка шоу с животными и веселый клоун ждут детей и их родителей Наш корреспондент побывал на премьере и собственными глазами увидел выступления артистов Подробнее в сюжете Максима Магомедова В минувшую субботу в Самарском цирке состоялась премьера шоу «Воды, огня и света» Аншлаг в зале не помешал организаторам соблюсти все меры предосторожности Первая часть представления – это классическое цирковое искусство Открывают шоу выступления воздушной гимнастки Маргариты Чамахидзе Легкость, с которой красотка парит под куполом цирка, завораживает И заставляет, не отрывая взгляд, наблюдать за сложнейшими акробатическими трюками на корде валане Тот адреналин, который вместе со зрителем, с овациями дает то, что получает уже зритель в конечном итоге Восторгается, мы видим вот эту энергетику зала, и это все работает в купе Жонглер Анар Джабраилов продемонстрировал великолепное владение шляпами Эквилибрист Папин Хачтырян показал невероятное владение собственным телом, балансируя на пике Эйфелевой башни Затем на арене появился Антон Садоха, и не один, а сразу с несколькими попугаями Зажигательное, яркое и невероятно красочное выступление с птицами не оставило равнодушным никого в зрительном зале Завершил первое действие коллектив акробатов-каскадеров на колесе смелости Во втором отделении зрителей ожидало яркое световое лазерное шоу Которое сменилось уникальным иллюзионным аттракционом заслуженного артиста России Анатолия Сокола Мы здесь были много лет назад и приезжали совершенно с другой иллюзией Сейчас мы сделали крупные лизионные трюки, которых нет аналогов в мире ни у Дэвида Купперфилда, ни у Зигфрида и Роя из Лас-Вегаса Поэтому то, что мы сейчас показываем, это эксклюзивные трюки, придуманная фамилией Сокол Артисты цирка уверены, что посещение шоу «Воды, огня и света» во время весенних школьных каникул Это уникальная возможность зарядиться положительными эмоциями перед началом нового учебного периода Ну а что заинтересовало самарских пользователей социальных сетей, расскажем в нашем эксклюзивном мультимедийном проекте «Новости блогов» Блогер Нина Дюкова рассказала, что в исправительной колонии номер 16 УФСИН России по Самарской области организовали производство пяти видов круп Качество продукции соответствует требованиям госстандартов и подтверждено сертификатом соответствия Это позволяет конкурировать с предприятиями всех форм собственности Крупы, перловы, пшеничную, ящневую, горох и пшено поставляют в учреждения уголовно-исполнительные системы Свердловской и Курской областей Сейчас колонии удалось заключить госконтракт на сумму с выше 12 миллионов рублей и дополнительно трудоустроено 8 осужденных Также находящиеся в местах лишения свободы граждане освоили выпуск яблочного сока, консервированных огурцов и помидор, квашеной капусты, морковного салата Как отмечает в областном УФСИН, руководство учреждения, увеличивая объемом производства продукции, решает важные вопросы по созданию дополнительных рабочих мест для осужденных Это позволяет им получать зарплату и даже финансово помогать своим семьям В паблике «Подслушно в Жигулевске» выложили видео, как нужно правильно бороться со свиньями на дорогах Водитель во время движения выбросил пустой стакан на проезжую часть, однако ехавший сзади водитель подобрал его и вернул обратно Вот мы можем долго спорить насчет прививок, бездействия властей и прочего, но мы сами вообще кто? Люди или, простите, свиньи? Мы имеем то правительство, которое заслуживаем и не более Я вернул потерянный стаканчик, надеюсь, по крайней мере, эти молодые персонажи больше мусорить не будут, пишет автор Пост собрал более ста перепостов и одной тысячи лайков Молодец водитель, достойный поступок, достойный человек, который, несмотря ни на что, остается при своем мнении, не меняет его, как многие тут моральные люди с низкой социальной ответственностью в зависимости от ситуации Ежедневная редакция телеканала Терра принимает десятки звонков от телезрителей и ни одна наша программа не обходится без вашего участия Совокупная аудитория Терры составляет 400 тысяч человек в сутки В круглосуточном доступе новости Самара от журналистов нашей компании представлены на сайте trkterra.ru и в наших пабликах социальных сетей Комментарии на злободневные темы, альтернативную точку зрения, острую критику, иронию и юмор вы встретите на нашей странице в соцсети Facebook Будьте с нами Впереди вас ждет прогноз погоды, а наш выпуск на этом завершен Всего вам самого доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова